я всех рад приветствовать на нашем канале вот мы съездили с машей в абхазию отдохнули со свежими силами так можно сказать приступаем к работе смотрите есть мнение которое отражают многие из подписчиков возможно в комментариях не только у меня но моих коллег о том что в адлере не вообще ничего нельзя покупать ладлер это все там все сносит вы купите и все это вас сразу снесу полнейшей глупости я еще конечно не слышал но тем не менее я понимаю откуда идут волнения то есть незаконный построек на землях и же с и так далее но давайте подумаем почему именно в адлере ну значит у нас начинаются сносы именно в эмеретинской низменности а точнее у нас в поселке мир почему такая шляпа происходит значит есть какой-то интерес власти именно к этой земле это однозначно но даже наверное самый глупый подписчик он это поймет поэтому если бы вы комментаторы писали нельзя ничего покупать в мирном вот это другой вопрос здесь я с вами может быть и согласился вот конечно весь мирный там или всю эмеретинку сносить не будут и но это это моем личное мнение хотя у нас чудеса в россии случаются и могут все что угодно сделать но что в адлере тогда покупать ну во первых кому нужны эти спальные районы для того чтобы что-то там сносить но в этом мне кажется это глупо это раз во вторых сносить могут то что превысили этажность примеру до отменяя вот эти вот судебные какие-то решения о статусе многоквартирных домов и все то что нарушена пятной за пятном застройки в основном конечно таких домов ну очень много очень много конечно же это вызовет резонанс если это по всему городу прокатиться то есть по всему сочи естественно начинают с адлера но таких же не даст ну таких же построек полно и в центре и в других каких-то районах сочи понимаете поэтому это не панацея сейчас именно обвинять в адлере что там бардак творится самом деле просто это именно то место которое ну будет привлекать людей в плане допустим обратной связи то есть да вот приехали начинают сносить незаконную постройку да еще где в олимпийском парке вот негодяи но они же будут преподносить именно это так что зритель особенно федеральных каналов будет понимать что это действительно произвол каких-то армянских застройщиков которые все-таки вот власти борется с ними вот если они будут показывать я не знаю какой-нибудь микрорайон спальный где там одни бабушки до бедные там переехали там накопили еле-еле на какую-то квартиру там покупали за полтора миллиона рублей не даже не для отдыха для жизни то конечно там уже по-другому это будет выглядеть да то есть оправдательный процесс здесь какой еще придумать вот что касается что же покупать но покупайте ребят тогда вторички на примере допустим старого панельного фонда да то есть ну глупо же говорить о том что покупаю в старом фонде его снесу ну правда это тогда уже вообще абсурд покупайте дома которые построены либо строится по закону федеральному 214 есть же такой жилокомплекс например фрукты маленькая площадь от 111 тысяч рублей перспектива два года есть морская симфония бизнес-класс который строится также по фазе 214 рядом с море шикарные виды можно взять а вы опять скажете что-то до хрена не стоит то есть какие-то цены такие неадекватные да да я лучше там куплю и так далее я лучше я не лучше а в общем есть вот рынок который устанавливает цену не риэлтор устанавливает цены чтобы вы понимали чем дешевле жилье тем лучше его покупают и на самом деле конечно каждый из специалистов сам подтвердит и согласиться со мной что но достаточно сложнее становится работать когда рост цен поднимается поднимается а в регионах он просто на одном уровне стоит а то и где-то еще и происходит стагнация еще дешевле становится жилье и люди со своими полутора там двумя миллионами рублей когда раньше не смогли еще приобрести здесь какую-то студию пример уже ничего себе позволить здесь не могут практически ничего есть конечно какие-то там моменты что 20 квадратный метр там что-то там на этапе строительство еще что-то можно выкроить сейчас уже за полтора миллиона но реально ничего нет даже за два с половиной с документами найти сложно поэтому конечно сочи раскрутился теперь и сюда поток покупателей едет едет и едет от этого естественно и цена потихоньку поднимается поднимается никто бы не покупал никто бы не покупал цена бы рухнула ну на самом деле так и есть то есть когда у нас произошел кризис стране там примеру у нас везде был какой-то определенный рост интереса то есть люди ипотеки там брали и так далее а потом раз резко и все упало потом пришлось государство опускать ипотечные ставки для того чтобы опять людей заинтересовать в том чтобы они покупали в ипотеку но покупайте вот как я сказал уже хотя бы с данным покупайте кого квартиры которые строятся с разрешением на полную этажность есть по крайней мере в адлере участники можно сказать недалеко от жека гостелло ну строится со всеми разрешительными документами на петрозаводской есть жека зерный практически сданно вот-вот говорят скоро документы получат жека адлер которым я лично себе приобрел квартиру то есть есть варианты законных домов но все равно начинают комментировать что их снесут пахомов приходи я разрешаю в общем полный бред несут и тем самым наверное пытаются как-то вызвать к этому интерес чтобы вот кто-то там вам отвечал на самом деле это глупо глупо и это уровень я не знаю школьника давайте уже придем в себя то есть если выбирать жилье то каждый выбирает своей головой где ему что покупать если вы опасаетесь в отделе что-то покупать как я уже сказал вторичка там можете любой любой вторичку смотреть там который уже сдалась там пять лет назад пусть даже да то есть же поэтому больше касается жилые помещения сейчас строят ну такие есть варианты вот но тут надо тоже смотреть не только на само строение чтобы она не превышала там этажности трех этажей пятна застройки отступу чтобы все были соблюдены но и репутация застройщика сможет ли он все это сдать и так далее то есть но в любом случае жп все равно будет сдаваться и как только вот будут получать документы я вам буду показывать потому что не столько я хочу показать что вот покупайте жп закрытыми глазами не сколько просто хотелось бы показать что все равно это процесс не остановлен он будет точечный может быть некоторые застройщики просто положили на это все дело и начинает строить допустим там коттеджные поселки такие уже примеры тоже я показывал но все равно народ нуждается рынок нуждается в каких-то маленьких до планировочках чего здесь не строит по фазе 214 но по крайней мере в адлере нету таких планировочек чтобы были там 20 очки до что вот маленькая комнатенка чисто для отдыха такого нету в адлере сейчас пошла тема да и наверное не только в адлере может быть уже в косте видели тема по гостиницам кстати сниму специальное видео по поводу гостиниц почему их продают но тоже их сейчас стали делить его по помещениям это же активно идут продажи я бы конечно подумал прежде чем покупать такую гостиницу я конечно и показывал на канале много обсуждений по поводу того что я показываю еще раз говорю я показываю много показываю все конкретно люди когда ко мне обращается я им говорю все плюсы и минусы предупреждаю предупреждаю стоит ли это покупать и для чего то есть по крайней мере ни одну гостиницу около моря там я не говорю покупайте для жизни ну я гостиницах сниму отдельное видео в общем по поводу адлера что начинаете говорить о том что ничего покупать нельзя это бред полный поэтому подходите с умом нужна консультация обращайтесь по телефону будет она в описании под этим видео и желаю всем правильного выбора всем пока